здравствуйте сегодня у нас в разборе аджна чакра которая находится вот в этом месте головы можно еще назвать и третьим глазом некоторые называют и третий глаз вроде как здесь расположен она относится в матрице вот к этим двум энергиям вот к этим дом синеньким энергиям здесь она у нас на карте здоровья расположена вот здесь вот 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 и аджна отвечает у нас за внимание интуицию ну и магию она связана с гипофизом и гипоталамусом это железо которые находятся у нас в середине там мозга и управляет собственно всем телом во все тело как я уже говорила через ворота то есть через щитовидную железу проходят уже сигналы по всем остальным чакрам и вернее ну и чакрам и по остальным железом они отвечают за чувство голода гипофиз и гипоталамус и насыщение за чувство жажды и терморегуляцию в организме за половое влечение за сон и бодрствование да не в общем-то отвечает за все в организме потому что эти это пульт управления собственно говоря всем телом то есть они говорят на данный момент и момент времени куда будет направлена большая часть внимания человека аджна напрямую связано с нашим вниманием если она слабо раскрыта то внимание у человека рассеянное у кого она хорошо развита тот направляет внимание из этой чакры и оно похоже на сфокусированный луч бьющий в то место куда направлено внимание если подставить руку можно даже ощутить этот луч если человек такой чувствительный да который как будто пронзает руку насквозь экстрасенс это человек обладающий обостренным вниманием и умеющий его удерживать достаточно долго магия это искусство управления энергией а энергия всегда течет туда куда направлено ваше внимание если ваше внимание достаточно сильное то человек на которого вы смотрите обязательно начнет реагировать и оглядываться там где вы концентрируетесь скапливается и уплотняется энергия поэтому она становится ощутимой и человек ее чувствует ничего магического обыкновенная физика так работает внимание так работает как я уже говорила и магия дам через внимание концентрация внимания достаточно долгое умение удерживать внимание у меня здесь есть на сайте на моем канале ролик в котором я показываю да как внимание можно концентрировать и с помощью внимания удерживать ложку на лбу до или бутылку пальцами даже когда отрицательный угол да и уже ну по идее в любом случае она должна была упасть если бы вниманием как бы не было внушено до внушение такое что это что там есть клей и клей приклеил эту ложку да и она держится и не падает то есть все самовнушение внушение самовнушение и так далее направленное внимание удерживаешь внимание в этой точке там где ты решил что это клей и она держится то есть опять же внимание но как раскрыть внимание в себе в человеке да вот данном случае например это ваша там матрица до в матрице показана 14 8 энергии здесь на карте здоровья вот 14 вот 8 проявление в плюсе энергии 14 энергии 8 в данном случае как раз они способствуют тому что будет ложка держаться до 14 эта энергия как мы знаем да это чувствительность это спокойствие это искусство это искусство которое связано либо с какими-то рукоделиями до творчеством либо это искусство управлять энергией как раз до удерживать энергию через чувствительность через развитие вот внимания и так далее то есть энергетическая такая способность тоже вот и восьмерочка это как раз опять же относится к тому же концентрации внимание то есть это уметь глубоко вникнуть в суть это уметь понимать причинно-следственные связи до восьмерочка это логика ну и как бы справедливость тоже да и глубина вот глубина проникновения в суть того что делаешь то есть опять же внимание и в итоге вот когда они проявлены в плюсе и 1 и 2 то есть человек проявляет логическое мышление творческие способности тогда образуется вот это вот свобода до свободная энергия свободы 22 то есть человек чувствует себя свободным он не чувствует границ он получает свободу от границ как бы то есть энергия у него внутри такая энергия появляется связана с тем что вот эти вот раскрыты и хорошо развиты раскрывается число 22 22 это энергия свободы свободы в том смысле что человек не любит границу не любит ограничения он не может работать в подчинении обычно такие люди они должны работать самостоятельно обычно такие люди 22 имеющие они любят путешествовать они не любят рамок вот работать с 8 до 5 до каждый день суббота воскресенье выходной да вот это это не по ней не по душе им они не любят когда их контролируют они не любят когда над душой стоят ему просто скажи он выполнит свою работу честно потому что вот восьмерочка честность да и таланта у него хватает он человек талантливый способный честный открытый поэтому если его начать ограничивать он его это будет излить он уходит в минус поэтому этот человек если даже сам себе ставит рамки он начинает чувствовать себя некомфортно этот человек хочет свободы душевные свободы в данном случае да он может вполне спокойно сидеть дома и не париться потому что он никуда не едет и чувствовать себя свободным но если ему сказать сиди дома его обязательно будет тянуть выйти на улицу потому что нельзя ему оставить рамки ограничения это число 22 это число внутренней свободы такое потому что это на ментальном уровне то есть человек должен знать что он свободен скажем так да и если он знает что он свободен что его никто не контролирует он будет делать все очень хорошо и будет на хорошем уровне себе самочувствие себя но если его как я уже сказала да на него давить то есть его осознание будет воспринимать что он чем-то ограничен кто-то ему что-то приказывает значит это все рухнет он не сможет работать свободно но и здесь тоже вот у него 22 стоит этой на его чакре сердечное опять же то же самое да и в общем именно на его эту чакру действует получается у нас вот эти вот энергии в данном случае у каждого они свои я же говорю это в этой матрице это так в чьей-то матрице это может быть иначе чем связано это энергия с точки зрения здоровья вот у нас вот здесь вот сказано это глаза это нижняя часть черепа ну то есть это верхняя скажем челюсть то верхняя ну да верхняя челюсть и это нервная система вся потому что здесь у нас мозг до находится и это ну да верхняя челюсть нижняя часть черепа но имеется ввиду что верхняя часть черепа это у нас лоб и даже не лоб наверное а скорее всего только вот эти если правильно взять самую макушку да то у нас там находятся теменные две доли темени черепа да здесь у нас находится височная лобная верхняя часть черепа и еще одна височная вот это вот относится к этой части да а здесь две теменные доли а еще с той стороны затылочная сюда относится вот и и весь мозг как бы там внутри у нас отсюда и железы которые там если еще правильно сказать то там еще еще одна железа должна располагаться которая здесь не упоминается и они упоминала вернее я сказала гиппо гиппофиз гиппоталамус но там еще у нас есть эпифиз и есть еще и таламус то есть вот эти вот все железы полностью они все находятся в голове в серединке у нас там мозга и они в общем-то управляют всем телом от головы идут сигналы во все органы потому что здесь имеется нервная система она как мы знаем управляет всем да и все болезни от нервов поэтому в данном случае вот если человека ограничивать он будет болеть вот и будет болеть его нервная система я говорю он будет раздражаться да он будет нервничать потому что это связано именно с ментальным планом то есть с мозгами с нервами да вот с тем что мы думаем вот и так проявляет себя это чакра в общем то все что я хотела сказать данном случае у нас особо говорить и нечего потому что естественно что мозг управляет всем проявление этих энергии тоже уже сказала на физике это восьмерочка энергетически это 14 на физике восьмерка это человек должен мыслить контролировать свои действия до быть справедливым честным с людьми вот в данном случае конкретно да уже логически мыслить быть справедливым быть честным быть глубоко вникать в суть дела которым занимается и проявит себя восьмерка 14 талант который у нас идет более расширенный такой да я уже сказала тоже ну в общем то все вот и это собственно оценка его способности работы его мозга в данном случае это уже от чего будет зависеть если 14 в минусе это это будет у нас уже черство с неуверенность ранимость это человек переходит в это состояние в капризность да уже становится понятно что уже он как бы не здоров да потому что если человек слишком нервный мы всегда уже остерегаемся таких людей да а если у него как бы 14 это повышенная чувствительность спокойствие то здесь наоборот получается черство с неуверенность ранимость такая может быть даже психический такой псих немножко раздражительность до восьмерка тоже человек неадекватным становится практически потому что это дисбаланс он 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 не уравновешен он не не находит точки опоры да в своей жизни это обман начинает врать он становится жесткий жестокий грубый с учетом его еще психического неуравновесия да он будет себя чувствовать либо его будет нести вот как бы без границ то есть придурок вообще который не видит границ несется куда попало да то есть в пропасть не оглядываясь и это может быть либо наоборот замкнется в себя уйдет будет сидеть и подавлены и в депрессии и так далее то есть это все связано с этими чакрами то есть если они у нас плюс и вопросов нет ну вот так вот ну как я говорю тут вообще по матрице все хорошо когда в плюсе и все плохо когда все в минусе поскольку человек всегда чуть-чуть не немножечко имеет какие-то отклонения что-то в плюсе что-то в минусе то есть нет стопроцентного плюса редко бывает так что прямо все все энергии в плюсе на сто процентов это не знаю ангел во плоти наверное да очень правильно живущий человек вот потому что мы все иногда то обидимся то вспылим то еще что-нибудь то есть немножечко уходим минус важно то чтобы быстро оттуда возвращаться и не удерживать себя в том состоянии то есть не зависать долго в негативных мыслях потому что это как раз чакра от нее все зависит и учиться концентрировать внимание долго уметь удерживать внимание не рассеиваться очень сильно способствует рассеиванию внимания это как раз вот тик токи короткометражки вот такие вот которые быстро быстро сменяются кадры мозг наш начинает рассеиваться он в данном случае вот эти новые новомодные как бы ролики до которые начинали начались тик тока да и прочая информация такая рекламная когда в двух словах сказали дальше читать не надо да по заголовку могу когда человек начинает по заголовку определять смысл всего что текста которые там статьи всей да или там видеоролика глянул на заголовок да мы уже входим в эту привычку и мы быстро быстро листаем то есть особенно телефоны до сидим пролистываем пролистываем эту информацию как бы это вот это как раз учит мозг не уметь концентрировать внимание чтобы люди не с не умели сосредоточиться на одном чем-то все время новая новая информация бежит 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 мы перематываем 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 все концентрация внимания отсутствует полностью она рассеяна и конечно это ведет к заболеваниям вот мозга к разнообразным зависимостям и отсюда да это идет в минус потому что это как раз вот и есть как я сказала да она это чакра у нас аджна отвечает именно за внимание умение концентрировать свое внимание Тут же у нас интуиция, она дается вот в этой вот, от Бога, как говорится, да, вот, и тут же вот способности, как бы удерживая внимание, человек развивает, раскрывает свои способности, которые у нас называют почему-то то магией, то экстрасенсорикой, а это, собственно, человек, который не листает вот так вот быстро информацию, то есть он умеет задержаться, вдуматься, глубоко вдуматься, вот это очень способствует тоже, да. Когда вдумываешься, начинаешь понимать, начинаешь сосредотачиваться, выстраивается цепочка какая-то событий, да, размышляешь глубоко, и вот у тебя постепенно появляется способность такая, что твои мысли умеют концентрироваться, они собираются, и мозг начинает выделять вот энергию, которую ты думаешь, да, такой конкретной точкой, потому что внимание направлено, идет четкий поток такой, получается, прямо вот от тебя, и, да, действительно срабатывает так, что люди оглядываются, чувствуют, чувствительные люди чувствуют даже легкое уже внимание на себе, более такие толстокожие, да, как их называют иногда, те могут не почувствовать сразу, но сильного человека почувствуют даже на расстоянии, иногда бывает так, что на расстоянии, то есть вообще в другом городе человек чувствует, что его, о нем думают, или о нем что-то там, как бы, говорят, это, это вот просто потому, что кто-то очень хорошо думает о вас, там, задумался, сконцентрировал внимание, наверное, аналогично работает гипноз, я не знаю, я им не обладаю, но вещь интересная тоже вот приводит к этому, ну вот, в общем-то и все, до свидания, желаю всем удачи, счастья, и следите за своим мозгом, пусть будет у вас все хорошо, до свидания.